Всем привет, мои друзья! У нас сегодня необычное видео в необычном формате. Я стою перед вами в сарафане, не потому что я вернулась в лето, вернее, я частично собираюсь вернуться в лето, потому что мы скоро едем в отпуск на юга, в Мексику, в Канкун, в жаркие страны, и в гостиницу всё включено, 5 звёзд. Я вам всё покажу, постараюсь показать, поснимать, потому что едем мы с друзьями, в компании, и я не уверена, что у меня получится уж так хорошо всё снимать, но я собираюсь, скоро начинаю собирать чемодан, и мне нужно взять с собой наряды. Наряды, я под нарядами имею в виду одежду, в которой там вечером выходят на ужин, то есть целый день, конечно, в купальнике и тусилово на пляже у бассейна, а вечером одеваются как хотят. Можно одеться очень красиво, можно одеться так, ну, обычно, знаете, ничего такого, просто, ну, как-то так, чтобы выглядеть как-то посимпатичнее, а можно, в принципе, и обычно одеться, никто не обратит внимания, но если у вас есть красивая одежда, такая яркая, такая вся какая-то блёстка, что-то такое, в общем-то, вы вполне можете взять её с собой, выгулить туда, потому что там вполне можно в этом ходить вечером, и на вас никто не будет смотреть косы, что вы вырядились, перенарядились, как овердресс, как это у нас называется, кто у меня впервые, я живу в Канаде, поэтому не удивляйтесь, пожалуйста, я буду вставлять иногда английские слова, у меня они выскакивают, как бы, случайно изо рта, вот, и, значит, я хочу вам показать то, что я хочу, думаю, какие из них мне нужно взять с собой, взять с собой, я думаю, мне нужно 7 нарядов на вечер, потому что мы там, мы едем на неделю, у нас будет 7 вечеров, больше не надо, и мне нужно выбрать, у меня очень много одежды, я вот решила примерять, попримерять, то, сё, пятое, сятое, и, значит, посоветуюсь с вами, потом посоветуюсь с мужем, потом подумаю сама, и, значит, в результате возьму что-то, что я решу. Теперь, что я хотела сказать, а, да, вот такой странный формат, я поставила телефон и снимаю себя в зеркале, мне кажется, так удобнее, потому что, видите, ютюбный формат горизонтальный, получается, что нужно очень далеко отойтись, чтобы в доме, чтобы себя снимать, получается очень мелко, вот, если я когда в магазине снимаю и держу в руках телефон, то лучше намного видно, я решила попробовать такой вариант сделать дома. Всё, значит, длинное вступление, давайте я начну с... Я уже стою в первом, так сказать, варианте одежды, которую я хочу взять с собой, это платье-сарафанчик, обычное, скромненькое, в горошек, зелёненькое, я сейчас подойду поближе, чтобы вы разглядели, я надеюсь, что вам хорошо видно, хорошая такая длина, не короткая, не длинная, потому что у меня есть платья такие спорные, потому что то слишком короткие, то слишком длинные, оно хорошо сидит, значит, очень обычное платье, ничего такого нарядного в нём нету, но симпатичное, милое и такое нежное. Ещё один момент, значит, как вы понимаете, всё включено, мы там довольно много едим, естественно, там очень вкусно. Мы не были в этом резорте, в этой гостинице, мы были в другой, ну, в других, и, ну, как вы понимаете, там еда такая, что невозможно отказаться, и просто её в таких количествах, выпивка, еда, там всё, в общем, ну, вы знаете, там всё включено, вы знаете, что это такое. И поэтому, естественно, я думаю, что я там наберу пару килограмм, и платье, которое поуже, я надену в первый вечер, которое пошире, я надену. То есть у меня такой, знаете, есть стратегический набор платьев, но тем не менее, я не хочу, вот знаете, меня вот смущает что-то очень узкое, потому что, хотя сзади у него резинка на этом, в этом сарафане, но потому что я, допустим, сяду там вечером поужинать, и встану вот такая вот ужатая. Мне это не очень нравится, но вот показываю. Так, номер один, сарафан в горошек зелёный, в белый горошек, и он вот так на мне сидит. Давайте я вам покажу себя в профиль, и даже немножко сзади, чтобы вы поняли, как это выглядит всё. Хорошенький сарафанчик, симпатичный, мне он нравится, не притязательный, не вызывает там, если вы не хотите очень сильно там, чтобы у вас было видно, так скажем, ну, какие-то там блёстки за километр, то вот самое то. Так, платье номер два, короткое. Обувь. Я тут принесла кое-что, но я, скорее всего, может быть, буду в одних и тех же, потому что я особо не хочу менять. Ну, это не вопрос сейчас. Мне нужно выбрать платье, а потом уже к нему я буду выбирать украшения. Я тоже, кстати, надела вот серьги, такие вот большие, ну, яркие, блестящие, как такие коктейльные вечерние, потому что речь идёт о вечере. Они не, может быть, ни ко всему подходят. Например, к предыдущему платью, я думаю, что они не очень подходили. Босоножки у меня обычные, такие золотые на танкетке. У меня есть несколько вариантов обуви, но я пока не знаю, не знаю, если честно. Я очень волнуюсь, что так вам будет неудобно смотреть, и вам не плохо видно, и что у нас как-то темно, потому что у нас очень мрачная на улице сейчас погода, и поэтому из окон такой, знаете, свет не очень. Но я надеюсь, что вы разглядите меня. Значит, второй вариант. Это платье сарафан. Нет, не сарафан. Это платье без рукавов. Такая американская пройма. Здесь вот сделана вот так вот корлышко, и сзади оно завязывается на бант. Вот такой вот. Его можно завязать бантом, можно просто завязать и оставить вот так вот болтаться. Оно такое с зеленого шелка. Мне оно очень нравится. Мне кажется, оно достаточно элегантное, достаточно нарядное. Ну и коротенькое все-таки лето. У меня есть несколько очень длинных платьев, что тоже хорошо, как бы там туда, на курорт. Ну вот это платье, мне оно нравится. Я, скорее всего, его возьму, наверное, потому что из всех оно такое, знаете, сюда еще подобрать какие-то украшения. Возможно, вот эти же серьги, я не знаю, вам видно или нет. Видите, я в зеркале себе снимаю, поэтому. Вот такие вот серьги, как раз и хорошо к нему. И вот волосы завязать хвост, потому что сзади вот этот вот бант. Может быть, другие сандалии, а может быть, эти неплохо на танкетке. В принципе, золотые, а они как бы такие ко всему подходящие. Вот такой второй. Это вариант номер два, платье номер два. Я, может быть, напишу потом на видео номера, чтобы вам было легче запомнить. Так, переодеваюсь. Так, вот такое интересное платье. Оно длинное. Оно совсем другое. Оно с подкладкой. То есть два платья, нижнее и верхнее. Верхнее вот это вот, видите, нижнее вот бежевое платье. Кстати, совершенно полноценное платье, бежевое с бретельками. Надо мне отрезать вот эти вот штуки. Я еще не отрезала. С бретельками, которые регулируются на замке. В общем, оно совершенно полноценное бежевое платье, которое можно носить вот-вот как отдельное платье. А можно носить как подкладку к этому платью. И самое интересное, что здесь такая ткань, что она, видите, яркий рисунок у нее сделан с левой стороны, а само платье, как будто бы оно вывернутое наизнанку, потому что у него, видите, швы все вот здесь необработанные. Как будто платье вывернутое наоборот. Но поверьте мне, так оно должно быть, потому что это платье из... Ну, оно там есть этикетка, и понятно, что... В общем, я надеюсь, что вам видно. Я не думаю, что вам прям уж так важно прям в деталях рассмотреть его. Оно очень красивое, поверьте мне. Не знаю, в общем, странный формат, непривычный мне. Я как-то немножко теряюсь, хорошо ли меня видно, и правильно ли я снимаю. Но по-любому. Вот такое вот платье. Очень красивое, нежное такое, знаете, необычное, интересное в цветах. И вот тоже, вот, тоже, вот, тоже, скорее всего, возьму его с собой, потому что мне оно очень нравится. И тоже хорошо с этими пасоножками, и даже с этими серьгами вот этими оно тоже очень симпатично выглядит. В общем, мне оно нравится. Оно, опять же, не слишком короткое, но в то же время открытое, лёгкое такое, вот. Такое вот интересное, из шифона. Это было платье номер три. Я забыла сказать. Так, платье очень нарядное, с очень большим вырезом. Это такой... Это вискоза такая. Она немножко мятая, но мне кажется, она должна быть такая. Значит, здесь вышивка, видите, по краю и спереди идёт вышивка серебряный стеклярус. Платье очень нарядное, длинное, на полный, до пят. Вот я стою на танкетке, и оно мне, в общем, длинное. Что тоже имеет место быть на курорте. Мне очень мешает вот этот его огромный вырез. И, может быть, его можно вот так вот просто как-то зашить вот здесь вот. Вот взять и вот так просто взять и продолжить руками вот этот шов, который я... Который они почему-то не дошили. Вернее, они решили, что так лучше с большим вырезом. И тогда я буду себя в нём чувствовать намного комфортнее. Единственное, что оно очень нарядное. Мне кажется, это тумач немножко, правда, девочки? Как-то слишком. Оно... Ну, немножко прям... С другой стороны, если не в Мексику, но курорт, то куда в нём? Не знаю, куда ещё в нём можно. У него довольно большой вырез сзади. Видите, вот на спине тоже лифчик торчит. И вот здесь вот вырез досюда. Но, опять же, для Мексики это неважно. Если красивый лифчик надеть, то, в принципе, нормально. Да? Пусть торчит сзади. Я вам показала сбоку вот это вот, что здесь есть. Вот такое вот стеклярусное тоже прошит. Вот такой вот швы сделан. В общем, платье, конечно, красивое. Оскароносное. Хоть в нём куда. Но я не знаю, настолько ли оно уместно там. Ну, уместно, конечно. Но... Вы знаете, я вам сейчас объясню. Мы будем с парой, с ещё одной муж-женой. Наши хорошие друзья. Она... Девочка, с которой мы вот из этой пары. Она очень скромно одевается. Она никогда на себя ничего такого не наденет. Типа вот этого, понимаете? У неё будут, скорее всего, всё платье. Типа вот первого, который я примеряла сарафан. Зелёных горошек. Потому что вообще она всю жизнь ходит в джинсах и в брюках. А вообще любое платье, это для неё нарядный наряд. То есть вот такое вот платье в горошке, это у неё уже нарядное платье. Сарафанчик такой. Я думаю, что я просто рядом с ней буду выглядеть, как какая-то кукла наряженная, разряженная дура. Хотя я не должна, конечно, об этом думать. Но мне хочется, не хочется как бы... Не то, что я на её фоне. Она, может быть, на моём фоне. Вот если я буду в таком платье, она на моём фоне будет выглядеть немножко такой золушкой. Мне не хотелось бы этого, чтобы она себя так чувствовала. Поэтому из этих соображений, наверное, я его, скорее всего, не возьму. Может быть, подумаю. Но мне оно нравится. И именно вот для этих курортных целей я его покупала. Но видите, если мы когда-нибудь с мужем вдвоём поедем, тогда, может быть, я его возьму. Но ещё не отторгаю полностью. Это было платье номер... Сейчас. Зелёное, зелёное. Что-то ещё у меня уже было, да? А, голубое. И это платье номер четыре. Так, платье номер пять. Платье Кармен. С карманами. Красивые рукава. Немножко нужен сюда другой лифчик. Потому что здесь вот шлейки вылезают у меня, да? Ну, такой... Может быть, без шлейки вообще. Оно всем хорошо. Цвет яркое, но хлопок. Кстати, кстати, хочу сказать, что если вы думаете, что на юга в Мексику нужно брать только хлопок и леоны там и так далее, то я вас уверяю, что это не так. Потому что вечером там бывает довольно прохладно. Даже иногда хочется надеть какую-то кофту. Но, во всяком случае, вот в такой осенне-зимний период, что на самом деле лучше всего. Это, кстати, считается топ-сизом. Потому что летом в Мексику едут люди только с маленькими детьми. Потому что у них каникулы или учителя. Вот у меня есть подруга, у него муж-учитель. Они ездят только летом или только на Крисмос. Потому что когда каникулы в школе, другого отпуска у него нет. Мы едем в Adults Only Resort. Это значит, там только взрослые. Детьми туда не пускают. И мы специально так хотели. Потому что я очень люблю детей. Но в отпуске я не хочу, чтобы кто-то вокруг меня бегал. И дети плакали. В общем, мои дети уже выросли. Дети наши не едут с нами, естественно. И мне не хочется, чтобы меня отвлекало от моего отпуска чужие маленькие дети. Которых я очень люблю, но не в отпуске. Резорты Adults Only стоят дороже. Но мы не жалею денег. И мы ездим вообще только в такие резорты. Потому что дети, когда они плачут. Или когда они бегают, носятся в ресторане. Или на пляже. Обрызгивают вас водой. За те деньги, что я плачу, я хочу, чтобы у меня был покой. Один минус этого платья. Два. Рукава эти как-то мне... Хотя вот они держатся. Немножко мне кажется, что они все время будут с меня спадать. И оно очень облегает. Как я уже сказала, это обжирал. Поэтому платье, которое сидит очень плотно. Оно сидит очень плотно. Это очень красиво. Но в нем кушать нельзя. В нем можно пойти куда-нибудь, ну вот там, где нет еды. В общем, оно мне нравится. Но вопрос того, что оно узенькое, меня немножко смущает. Платье номер 6, правильно, да? Я не сбилась. Значит, нежнейшее платье. Шифон с подкладкой. Спереди сделана такая аппликация ветка сакуры. Сделана она из кусочков тоже шифона и блестящих бусин. Сбоку тоже, видите, так оно прошито бисером. Платье широтненькое, свободненькое. Не очень короткое, нормальное. Очень довольно нарядное. Вот как раз такое вот на курорт, да? Но тоже, может быть, немножко, ну ничего, неплохое. Но, может быть, слишком такое, знаете. Ну, опять же, если не туда, то куда. В общем, платье номер 6. Белое, розовое. Оно такое нежно-бежево-розовое. Цвета с нежной такой ниткой. Ой, с веткой. Шифона. И под ним, конечно, нужна другая обувь. Но я уже не буду переодеваться и не буду менять украшения. Это, может быть, я сниму отдельное видео, какие украшения я возьму с собой. Как обувь в сумочке там. Если найду время, девочки, потому что до поездки осталось совсем мало. Видимо, в видео это выложу. Тогда я уже буду лететь, скорее всего, где-нибудь. А может и нет, посмотрим. Может, я его пораньше поставлю в очередь. Ну, в общем, вот такое вот платье. Это платье номер 6. Красивое ужасно. Люблю его, обожаю. Отношу очень редко, потому что оно очень нарядное. Но вот в отпуск в самый раз. Так, платье номер 7. Скорее всего, я не возьму его. Знаете, почему? Это такое платье крошей, вязанное. Видите, у меня много зеленого. Ну, я люблю зеленый цвет. Я совсем разлохматилась уже. Сейчас я вам объясню, почему. У него сзади довольно большой вырез. Почти что до пояса. И его лучше носить с какой-то футболкой такой. У меня есть. Я просто не стала сейчас нести, примерять. Такая майка-алкоголичка. Я просто надеваю вниз. Белая хлопчет бумажная. Оно тоже хлопковое. Еще можно в нем немножко сделать выше вот так брительки. Что тоже было бы хорошо. Наверное, лучше всего. Но сзади оно все равно достаточно низкий вырез. Так что нужно какая-то вот такая майка-алкоголичка вниз надеть. Но оно очень симпатичное. Вот сейчас очень модно. Периодически, практически раз в несколько лет входит в мод. Вот это крошей. Вот эти вязаные бабушкины цветочки связанные. И оно вот такое вот сделано. Внизу у него в подкладках хлопчет бумажная. То есть оно в принципе... Но оно довольно толстое. Вы знаете, я вообще-то его ношу больше как бы в такой осенний-зимний период. И надеваю что-то вниз. Или майку-алкоголичку. Или какой-то вот тонкий топ с длинным рукавом. Кстати, мы скоро идем к гости. Нас позвали. И я думаю, что мне одеть, что мне одеть. И вот вполне могу, может быть, одеть это платье с каким-то таким даже белым гольфом. Таким или что-то такое. И оно будет неплохо выглядеть. Ну, с собой я, скорее всего, его не возьму. Знаете еще почему? Оно довольно толстое. Занимает много места в чемодане. Плюс к нему нужно еще какую-то футболку нижнюю везти. И это уже тоже место. Девочки, я сейчас поправлю волосы. Потому что все эти примерки, они меня лохматят. Короче, нужно брать что-то еще вниз. И это уже как бы делает все, усложняет. И, скорее всего, поэтому оно останется дома. Но вот все-таки я примерила и поняла, что я, скорее всего, сдам дома. Но вам показываю. Это платье номер. Я сбилась. Я напишу сбоку на видео, на кусочке, какой номер этого платья. Так, платье номер 7-8, 6-7-8, что-то такое. Очень большой вырез. Меня это смущает. Сзади тоже вырез очень большой. Вот до сих пор. И завязочка такая. Ну, вот это меня смущает. Опять же, может быть, нужен какой-то тонкий топик. На тонких прительках. Вот это, кстати, можно сделать. И здесь закроется, и сзади спина закроется. Тоненький, совсем такой, знаете, как на бритвичках тоненький. Трикотажный. И он занимает мало места. И у меня есть черный. И как раз он как бы подойдет сюда. Я не знаю, если вам видно. Оно очень красивое. Оно черное платье. На подкладке, по-моему, из хлопка или вискозы. Оно все-все-все расшито. Сделано маленьким стеклярусом таким. Видите, так переливается, блестит. А внизу вот такой вот красивый, красивый-красивый рисунок. Тоже из бусины стекляруса сделан. Мне оно очень нравится, это платье. Оно, с одной стороны, нарядное. С другой стороны, оно черное. Довольно скромное. Единственное, что вот нужно какой-то топ вниз надевать. И сидит хорошо. Не очень узкая, не очень широкая, не очень длинная, не очень короткая. Вот в меру то, что надо. И к тому же, видите, вот все нарядное. Все вот такими вот блестящими блесками. Единственное, что вот эти бусанушки всегда плохо, потому что... Почему, почему? Потому что они золотые. А вот эти вот бусины, они сделаны такой серебряный стеклярус. И вот видите, внизу оно такое не очень обработанное. У него есть подкладка. В общем, тут разрезы. Разрезов нет. Нравится. Вот это мне прям нравится. Мне кажется, что он идеально подходит для отпуска, для курорта. И для той ситуации, в которой я буду находиться. Вот. Единственное, что к нему... Да. Я, правда, честно говоря, думала не тащить много обуви. Думала взять вот одну пару вот таких вот танкетки удобных сандалий. Там очень большой резорт. Там нужно прям ходить-ходить. То есть, я имею в виду, сама территория столовая. Столова. Сама территория. Ресторан. Там один ресторан, другой буфет, концертный зал. Там какие-то еще дискотека. В общем, так-то пляж и бассейн все рядом. Вышел и пошел. Сразу тут же. А вот сама территория, где происходят всякие там... Эти самые действия. Довольно большая. Поэтому я помню, что в прошлый раз, когда мы были, там было намного меньше. И то я помню, что я надела какие-то неудобные бессоножки. Я куда-то чапала из комнаты в бар. Мы там... Какой-то был бар, где мы там что-то хотели пить. И, в общем, спустилась вниз. Шла, 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 шла. Пока дошла до этого бара, у меня чуть-чуть ноги не отвалились. В общем, а эти, кстати, очень удобные. Но я поэтому не хотела, честно говоря, брать много уве. Но все-таки пару-пару я возьму. Мне надо найти такие, которые я могу надеть как раз... Ну вот, я каждый раз, каждый день несколько раз могу надеть. Я имею в виду... Ой, что-то я заговариваю, девочки. Каждый вечер у меня будет 2 или 3 пары, чтобы я их могла надевать ко всему. Ко всей одежде, которую я возьму с собой. Так, еще одно черное платье подряд у меня получилось. И оно очень открытое, прямо очень. У него красивые вот эти вот, знаете, бретельки такие. И сзади оно тоже очень открытое. Коротенькое, вот такой разной длины. Значит, оно все такое вот широкое, разной длины. Единственное, что меня смущает, это большой вырез. И я большой вырез, и сзади все, все открытое очень спина. Ну, опять же, девочки, смотрите, на курорт в Мексику люди надевают платье с большим вырезом. Собственно говоря, собственно, и туда только... Туда только и надевают. Но какая-то у меня есть к этому определенная такая предвзятость или что. Я даже не знаю, как это сказать. Я поэтому подумала, что я могу надеть сверху вот такой белый. У меня есть тоже вязанный, как крошет, такой жилет. Оно, мне кажется, как раз по стилю подходит. Здесь такие разные длинные концы. И в жилете так вот прикрыть немножко грудь. Красивые вот эти бретельки. Я могу их вот так вот немножко вытащить, чтобы они были видны. Также закроется спина, которая там вся на распашку. Один момент меня спущает. Там часто бывают ветра. И я вот такая вышла красивая из номера, спустилась вниз. Такая иду, значит, там по территории, разговариваю. И тут ветер. И вот эта вот юбка, которая вот такая вот широкая и короткая, покажет все, что у меня там внизу надето. Ну, не знаю. Может быть, вот эта жилетка остановит ее сильно. Хотя она тоже такая тонкая. Хотя мне вот это вот нравится такое сочетание. Вот это вот черное платье. Вот так я вот это все повытаскивала бретелины. И да. И вот с такой вот жилетом. Знаете, как-то интересно, мне кажется. Потому что без него оно как-то очень уж открыто все. Ну, в общем, не знаю. Оно сделано из такой тонкой прозрачной ткани. Внизу подкладка в нем есть. Видите, оно прозрачное все. Вся из каких-то кусков, валанов. В общем, такое интересное платье. И как раз тоже для курорта хорошо. Но немножко есть вопросы. Вопросики. Значит, номер напишу, не помню. Помните ли вы эту юбку, друзья мои? Мы с вами вместе ее примеряли в зале. Я нашла ее на распродаже. Я ее купила тогда. Она вся сделана из разнообразных клиньев. Клин сделан. Надо ее погладить. Как будто бы такой жаккард. Клин из прозрачной ткани с какими-то надписями. Здесь пайетки приделаны. Все это разрезано и очень хорошо гуляет и ходит. Опять же, ветер может немножко испортить картину. Здесь какие-то цветочки. К нему я нашла у себя вот такой вот топ. Мне кажется, он очень подходит по цветовому решению. Это не 100%. Мне кажется, что поскольку юбка такая, она чуть-чуть великоватая. И она такая на бедрах. Мне кажется, что сюда нужно что-то вот такое вот коротенькое, что вот так вот оденется и прикроет вверх. А может и нет, не знаю. Но вот мне по цветам, мне кажется, что этот топ, он прям идеально подходит к этой юбке. Но я не уверена. Может быть, его как-то надо. Если не заправлять, то еще хуже. Может, его как-то надо, знаете, как можно резинкой для волос. Видите, так тоже плохо. Давайте я сейчас сделаю. Берется резинка для волос. Так. Вот так вот он затягивается. Сейчас на ваших глазах произойдет magic. Чудо. Вот так вот резинкой для волос все затягивается. Так. Немножко надо здесь выпустить. Вот здесь вот так сделать. И вот так немножко. Мне это надо было бы делать за кадром. Но я хочу, чтобы вы участвовали в процессе. Можно так оставить. Если взять какую-то красивую резинку, можно это заправить. И сделать вот так. В общем, как-то с этим поиграться. Вы поняли, да? Чтобы так вот было, да? Вот так. Лучше, чем просто заправлять его. Оно тогда как-то получается немножко на выпуск. С одной стороны. В общем, юбка, я считаю, что она курортная. Может быть, на ворот мне нужен был какой-то топ поярче. Но мне кажется, что здесь столько всего наворочено. Что если надеть еще яркий топ. Или какой-то темный. Я не знаю. Но вот это то, что я нашла. Не уверена, что это стопроцентно идеальное сочетание. Но мне нравится тоже вариант, как вариант вечернего наряда. Номер не помню. Напишу. Ну вот, смотрите. Ну тоже, если будет ветер, я, конечно, буду в проблеме. Так. Белое платье курортное. Вы его тоже помните. Я его при вас примеряла. Я тогда сказала, что мне нужно белое платье для нашего с мужем юбилея. У нас 25 лет свадьбы было. Оно идеально подошло для того формата, в котором мы праздновали это дело. И вот сейчас я подумала, почему бы не взять его с собой. Белое платье. Оно белое. Оно очень короткое. У него большой вырез. Оно летнее. Оно все сделано вот так и в 3D цветах. Так, ткань. Что тут у меня замялось? Вот так. Его надо расправить. Вот. Вот такой вариант. Я считаю, что классно. Вот это вот платье тоже, мне кажется, что для курорта оно самое то. Потому что это вот такое платье. А куда его еще носить? Вот именно на курорт в Мексику. Белое, короткое. То, что надо. Я только ноги не загорела его для короткого платья. Я прям не знаю, что делать. В Мексике я не загорю, потому что я вообще очень плохо загораю. Я покрываюсь просто какими-то сначала красными, потом пузырями, потом все это начинает чесаться. В общем, неважно, что я там на себя наношу, какие эти самые. Я думала сделать автозагар перед поездкой, но у меня есть несколько тоже моментов, которые меня смущают в этом вопросе. Ну, чтобы, потому что я все равно не загорю, но чтобы не ходить вот такой вот белой моли в белом платье, с белыми ногами, белыми руками и белой грудью. Я хотела пойти сделать автозагар. Мне надо зайти к ним и узнать, как это все работает. Я никогда не делала профессиональный автозагар. Я сама на себя крашу вот это все. Ну, специально вот это, знаете, селфтем вот этот я делаю летом. Тоже не всегда. Иногда когда есть охота, иногда неохота. Но уже на куроке я подумала, я сделаю профессиональный. Если честно, обычный вот такой, который я на себя брызгаю, он довольно быстро смывается. То есть душ раз, другой, все. То есть он практически... А там уже в воде все время море, бассейн, плюс душ, конечно, 10 раз в день, потому что из моря и из бассейна надо помыться. Что останется от этого селфтена, от этого, вернее, автозагара, даже профессионального, я не знаю. У меня послепались эти цветы. Ой, вот висели как-то, завеселись. Вот, поэтому, девочки, у кого есть такой опыт, скажите мне, в эту вот кровать, которую под ультрафиолетом загорать я не хочу. Это не очень хорошо, говорят. А вот этот автозагар, в принципе, нормально, если там раз-другой нанести, ничего страшного. Но мне кажется, что его хватит на два дня, а потом смоется у меня по бассейну, если я буду по морям купаться, то от него ничего не останется. Ну вот напишите мне, что вы думаете. Так, номер не помню, напишу рядышком на кадре. Платье с разрезом сбоку, стойка Анжелина Джолина, Оскар, помните, она в каком-то было платье, что она... У неё был здесь такой тоже разрез, и она стояла вот так, весь Оскар она вот так вот простояла, выставляя вот так свою ногу наружу, чтобы все видели. Так, платье красивое. Сейчас я вам покажу, вы не понимаете, вот такой разрез, вы не понимаете, здесь оборка, в общем, вот такой вот. Да, тоже на курорт. Узковато мне оно, оно прям так на мне как влитое сидит. Девочки, вы понимаете, это всё из моих старых запасов, из которых я выросла, но выбросить их у меня рука не поднялась. И вот сейчас я в них влезаю, но с мылом. И вот... Да, узкая, кушать с ним неудобно. Что здесь такое? Здесь шов, оно вот так вот как-то зашито. Ветер, если дунет сильно, да, вот это всё может, я могу оказаться в неловкой ситуации. И вот здесь тоже разрез, в общем, очень в неловкой ситуации, потому что здесь прям разрез прям очень высокий. Вот прям до сих пор вот здесь оборочка. Ну, короче, девочки, не знаю. Мне оно нравится, оно как раз хорошо для курорта, но я что-то сомневаюсь. Почему? Потому что я... Что сказать хотела? А, узкая. Узкая и... Ну, можно надеть тот день, когда ветра не будет. Да? Можно же подгадать так, там же понятно погоду. Если целый день ветра не будет, можно проверить, будет ли ветер в вечер. Ну вот, узковато, узковато. И я в нём так тяжело дышу, поэтому я не знаю, если мне в нём сесть и поесть. Оно треснет, наверное. Хотя красиво, красиво, конечно, красиво. Юбка с кофтой. Значит, топ, кроше вязанный. Такой вот, вырезанный с боков. И юбка запахом вся в вышивке. Вот эти все цветы, это всё вышивка. Они идут вот так вот по всей юбке, по низу, до вокруг, вокруг, вокруг. И, в общем, вот такая вот, вот так вот она вся завязывается. Вот такая вот юбка с такой кофточкой. Скромненько, но со вкусом. По-моему, для курорта самое то. Мне кажется, что очень неплохо. В общем, так красиво, интересно, необычно полить нему нарядно. Но не без всяких, без голых грудей и спин. Всё как бы как надо. И длина нормальная, без разрезов. Единственное, что, опять же, если ветер. Но это можно заколоть, приколоть. Вот здесь вот где-нибудь чем-нибудь заколоть. Юбка очень красивая. Вот эта вся вышивка, она великолепно выглядит. И вот такой вот топ я решила. Не знаю, может, он не самый тоже идеально подходящий. Но, по-моему, неплохо. Юбка бледная такая, но яркие цветы. И вот цветы в цветах немножко некоторые. Видите, вот эта. Очень подходит по цвету вот сюда, к этой кофте. Я без очков вообще себя плохо вижу, что я тут снимаю. Я боюсь, что всё будет тёмное, плохо видно. Я снимаю столько времени и усилий. Очень надеюсь, что вы будете смотреть это видео. Если вы там видите какие-то куски вешалок или одежды, которая здесь вокруг меня лежит, вы должны понимать, что я всё снимаю с себя. И вот так вот, чтобы не тратить много времени, чтобы быстрее снять, всё это разбрасываю. Потом уборка, это будет занимать очень много времени. Всё это на полу, конечно, вся одежда. Пол у меня чистый. Не надо вот этого вот здесь сейчас. Поэтому снимания таких видео, они очень энергозатратны. Даже хотя бы потому, что всё это надо вытащить, принести, померить сначала самой, потом померить перед вами, потом всё это собрать, снова повесить в шкаф. В общем, девочки, целый день сегодня у меня на эту шоу. Ну, пол у меня, во всяком случае. Короче, вот такой наряд. Так, тяжёлая артиллерия. Золотое платье, следующее будет серебряное. Вот мне оно прям нравится очень. Единственное, что оно, ну, как бы я надела вниз наду подкладку какую-то, потому что оно прозрачное, и, может быть, вдруг, если что, может быть, в нём жарко, потому что оно вязаное, трикотажное. Хотя обычно у них по вечерам не очень-то и жарко, но, тем не менее. Это золотая нить, если вы видите, да, вы видите, что это золото, оно у меня всё блестит. Нравится мне оно, что оно не очень длинное, не очень короткое, не очень широкое, не очень узкое, при этом золотое, в общем, поэтому нарядное. И вот такое вот, знаете, вот прямое платье, но оно не делает мне, не будет мне жать в живот, я в нём могу кушать спокойно. Единственное, что мне не очень нравится эта подкладка, которую я подобрала. У меня несколько есть вот таких вот платьей. Она как-то узковата на мне поджимает, поэтому мне не очень хорошо, мне не очень комфортно. Я, может быть, на это что-то другое, но это вообще не вопрос, не проблема, а вот просто само платье. И оно мне нравится, потому что в нём есть такая, знаете, она как бы элегантная, но в то же время золотое, поэтому... Вот, и открытое, лёгкое. И не мнётся в чемодане, что самое главное. Можно достать, надеть и вперёд. Ничего не надо делать, там гладить, расправлять. Ну, в общем, мы поняли. Платье Мерлин Монро. Почти. Значит, шикарное платье. Очень красивое и очень нарядное. Оно всё, видите, оно всё вязаное и всё покрыто пайетками. Момент один меня смущает, вернее, несколько моментов меня смущает. Слишком оно нарядное. И, как я уже сказала, девочка, с которой я поеду, она не из этих, не из таких, как я. Она будет одета очень скромно, скорее всего. Ну, я уже с ней ездила, и мы с ней вместе много общаемся и гуляем. Я знаю, так сказать, её гардероб, я знаю, во что она одевается, поэтому я предполагаю, что... Если я рядом с ней, вот... Если вы представляете, что она будет в каком-нибудь таком скромненьком обычном сарафанчике, и тут я выйду, такая звезда балетов в Мерлин Монро, прям точно, которая пела песню «Мистер Президент». Помните, да? Такое у неё было голое платье. Это практически то же самое. Я должна была надеть в него подъюбник. Несмотря на то, что у него есть подкладка. Но подкладка прозрачная, платье вязаное. Я надела подъюбник, потому что оно прям просвечивается очень. Ну, вот здесь вот так нормально. Ну, в общем, голое платье, короче, в котором я, возможно, буду себя чувствовать неловко. И моя подружка Майка, с которой мы будем в своём каком-нибудь скромненьком сарафанчике, я подрядом с ней, выглядит как какая-то разнаряженная корова. Хотя она на меня, скорее всего, не обидится, но я сама себя чувствую неловко. Хотя мне она так нравится. И опять же, если мы не на курорт в Мексику, то куда? По-моему, это самое-самое то для мексиканского курорта. Но, конечно, нарядный наряд. Вот. Вот такое вот платье. Последнее. Номер не помню, но мне нужно 7. Я думаю, что вот из этих всех я что-нибудь найду. А может, вообще, залезу в свой шкаф и вытащу совсем всё другое. И, возможно, возьму совсем другие вещи, чем те, которые я вам показывала. Это, можно сказать, первая прикидка. Возможно, что я вообще ничего не возьму из этого. Ну, может, возьму что-то из тех вещей, которые я показывала. Ещё что-то, например, что я ещё там не доковыряла в шкафу. Вот такая вот сегодня у нас, девочки, тема. Курорт, отпуск, ура! Всех люблю, целую. С вами была Дита. Пишите мне ваши отзывы. Мне очень интересно, что вы думаете по этому поводу, моих примерок. И что вы считаете, что я должна взять с собой. Потому что мне действительно важно ваше мнение и нужно с кем-то посоветоваться. Мужу всегда всё нравится, поэтому с ним советоваться сложно. Всё. Всех люблю, целую. С вами была Дита. Всем пока. Бай-бай.